Попал праведник на небеса и упрягает Господа Бога. Вот я такой праведник, всю жизнь прожил, не совершал грехов, помогал другим, все по заповедям, молился, постился. Господи, ну что ж ты мне никогда не помог? Я даже в лотерею ни разу не выиграл. И Господь отвечает, да я тебе помогал, просто ты не замечал этого, много раз помогал. А что касается выигрыша в лотерею, ну ты бы хоть раз лотерейный билет купил. Эта притча специально для тех, кто пытается умствовать в интернете под моими роликами. Другие я не смотрю, вот здесь комментарий обязан читать и выбрасывать всю нечисть, а ее достаточно много. И я говорю, ну вы вот просмотрели ролик и у вас вопросы возникли, ну вы хотя бы глаза опустите. Под роликом есть комментарии и там есть ссылки, но специально для вас, не любопытных. Обычный человек, если у него появились вопросы, он или в личку напишет, потому что у него частный вопрос. Или поищет на том же канале, о чем идет речь вообще, с кем он имеет дело. Ну чтобы глупые вопросы не задавать, потому что подавляющее большинство вопросов глупые. Ну как же так? Взрослый человек начинает спрашивать, а что делать? Ты скажи, что мне делать? Что мне, именно мне вы порекомендуете? Ну это разговор частный. Я что-то могу порекомендовать лично, конкретно вам. Но всем подряд я рекомендовать не собираюсь. Тем более, что 99% из тех, кто вообще потенциально должен был бы что-то слышать, слушать не умеет и бесполезно ему что-то объяснять. У него в мозгах может быть все что угодно. Может быть СССР, Сталин, свободные выборы, социальная справедливость. Все что угодно там может забивать все ячейки памяти. И бесполезно ему туда что-то пытаться всунуть. То, что человек, можно сказать, в погибшем состоянии, но все еще ходит, такой зомбак, я не сомневаюсь. Вот 99% с теми, с которыми я сталкиваюсь, ну 90% это люди, по которым можно открывать психиатрические наблюдения и рекомендовать именно эти психиатрические средства для того, чтобы что-то в их жизни поменялось в лучшую сторону. Потому что это просто ужас, что я вижу в комментариях. Я стираю огромное количество всякой просто мерзости. Ну и в тех, которые я оставляю, ну почитайте те, которые остались. Ну это же ужас. Но лучше не писать вообще, чем писать это. Вот 90% я даже не собираюсь поддерживать разговор. С остальными иногда я пытаюсь как-то достучаться, пишу что-то. Вы думаете, читают люди, поддерживают разговор? Не читают. Им это не нужно. Им главное высказаться, развести руками, сказать, что все пропало. Или что-нибудь совершенно непотребное, высказать какую-нибудь фантазию, которая прилипла к мозгам, я не знаю, планеты Нибиру. И что-нибудь в этом духе, какие-нибудь теории заговора, но совершенно уже шизофренические. Все это есть. Сталинизм, СССР, все. Вот вернуться в СССР, в СССР у всех были квартиры. Все было бесплатно, медицина замечательная. Мы и в космос летали, и в области балета, и в общем все. Люди погибшие, реально погибшие и губящие свое продолжение в следующих поколениях. Потому что передают всю эту шизофрению, вольно или невольно, детям передают. Им передается не только через родных и близких, но и через информационную среду. Это, пожалуйста, предлагают сколько угодно. И через семью и школу тоже. Вот вы глаза опустите. Есть ссылки. Если сами не могли найти, вот они есть. Ну что же вы все вопросы-то задаете? Ответ заключается в том, что все вопросы о том, как, что делать, они решены. Но вам же не это надо. Вам надо, чтобы решение совпадало с какими-то вашими такими обрывочными соображениями по поводу. Причем во всех пунктах. Стопроцентное совпадение. Что не скажешь, то 100%. Если хотя бы 1%, нет, все, вы негодяи, вы уроды, вы там пособники, госдеп или ФСБ, неважно. А в общем-то это одно и то же. И все, на этом все кончается. То есть нет никакого желания сотрудничать. И у меня с такими людьми нет никакого желания сотрудничать. Я рассчитываю на тот самый 1% или на одну десятую, может быть, на одну тысячную процента вменяемых людей, которые могут действовать синхронно. А синхронно мы можем действовать. Так же, как петиции подписывают, там подписали 10 тысяч человек, вот коллективная воля. Но это бессистемно. В одном случае одни подписали, в другом другие. А нужно, чтобы был общий политический субъект, который имеет возможность предъявлять права на власть. Каким образом? Есть общая политическая воля. Пусть это будет тысяча человек. Этого достаточно уже, чтобы выражать политическую волю, потому что сочувствующие будут кругами вокруг ходить и кратно большим количеством. Это будет воля большой массы населения. Тем более, что мы не частные какие-то соображения. Мы, в общем-то, глубинные интересы народ затрагиваем. Не вот эти вот поверхностные. Дайте пожрать, дайте хлеба и зрелищ. И снова все то же самое. Свободные выборы. Хочу выбираю, хочу не выбираю. Поменьше работать, побольше жрать. Вот примерно так. Ну и развлекаться еще. Вот ведь такая установка. Мы к такой установке никакого отношения не имеем. И удовлетворять эту, в самую последнюю очередь. Если все остальные интересы действительно глубинные, действительно достойные, будут разрешены, ну тогда можно и этих вот. У кого одна извилина, и вот по ней двигается одна и та же мысль. Побольше пожрать, поменьше поработать. А так у них мигрень, жрать охота, работать лень. Еще одна проблема в том, что люди общаются со мной, как будто я блогер. Я никакой не блогер. Я никогда, вообще никогда не смотрю ролики никаких блогеров. Потому что для меня это абсолютно неинтересно. Мне интересно собирать соратников. Мне не нужна аудитория. Мне не нужны миллионные просмотры. Я не собираюсь продавать аудиторию рекламодателям. Я ищу соратников и только соратников. Больше мне ничего не нужно. Я ищу читателей для своих книг. Вот сейчас вышла книга «Болото XX века». Это, ну скажем так, уникальное исследование. Я всегда пишу то, что невозможно найти. Никаких повторов. Здесь огромная работа переводная, сложная. Потому что это должен был быть авторский перевод. Потом определенного рода пересказ. Комментарии, масса всяких справок. И так далее. Это параллели между Веймарской Россией, в которой мы живем сейчас. И Веймарской Германией, Веймарской Республикой. Которая существовала до прихода Гитлера к власти. Немцы искали выход. Нашли, но не в ту сторону. Потому что прошло совсем немного времени, когда они просто рухнули. Потерпели военное поражение. И фактически перестали быть нацией. Да, они неплохо живут. Но это ни о чем не говорит. Они сходят с исторической сцены точно так же, как и мы. Можно даже сказать, что уже сошли. То есть остались еще какие-то гнезда германства в Германии и русскости в России. Из них может вырасти новое национальное самосознание, новый русский народ. Старый уже вот у нас совок умер, а у них демок. То есть вот то, что случилось с ними в либеральной демократии. Европа умирает, если кому-то кажется, что зато там жрать много дают. Ну, езжайте туда и жрите от пуза. Даже если вы будете там мигрантами без всяких прав, и то там вас накормят. Вот здесь нет. Здесь тотальное уничтожение. Здесь напрямую поставлена задача, ее решают. Истребление народа. Этим они и занимаются. Там как-то поспокойнее. Но это не факт, что мы умрем первые, а не вторые. И радости от того, что они умрут завтра мы послезавтра, у нас тоже быть не может. Вот поэтому работаем над интеллектуальной составляющей нашего противостояния этой власти. Этот вопрос решен в малом кругу. То есть есть достаточно литературы, чтобы русский человек вновь стал русским. И даже очень небольшие усилия для этого требуются. Вот принять несколько произведений довольно давних уже лет. Я не себя в данном случае пропагандирую. Но если дальше, глубже, то есть вот и такие книги выпускаются. Опять же, переписку я впредь буду вести только через электронную почту. Отвечать на комментарии я не буду. Вопросы задавайте, не задавайте. Все. Я вижу, что люди не способны поддерживать диалог. Не способны. Две-три фразы, все. Человек устал, забыл, ушел. Если хотите пообщаться, мне в электронную почту. Она также написана здесь внизу под роликом. Опять глаза не можете опустить. Ну и ладно, вы прохожие, тогда и проходите. Мне неинтересно. Мне интересно создавать общность русских людей, которые претендуют на то, чтобы в России была установлена русская власть. И готовы в это вкладываться хотя бы минимально, хотя бы минимальными какими-то своими усилиями. Да, и еще одно замечание. Вот за мной флаг висит черно-желто-белый. Это единственный имперский флаг, утвержденный указом государя-императора Александра Второго. Как только человек мне еще раз предложит перевернуть этот флаг, я не буду больше вступать ни в какие объяснения. Я просто буду всех без исключения банить, кто мне будет предлагать перевернуть флаг. Я по этому признаку буду отличать нормального человека от идиота. Вот идиот мне предложит перевернуть флаг. Поэтому я с такими людьми общаться не желаю вообще никогда и ни о чем. Есть и много других, там приходят, а я ведист, а я вредновер, родновер. Мне не нужны такие люди, вообще не нужны. Я с ними общаться не желаю ни о чем. Ни об освобождении России, ни о будущем России, ни о русских. Они для меня скорее ближе к иудеям. Кто оскорбляет русскую православную веру, для меня не существует как русский человек. Даже если он говорит по-русски и выглядит более-менее по-русски. Поэтому давайте мы свою общность будем создавать, отделяясь от других, не объединяясь, как нам предлагают со всеми этими красными, серобурмалиновыми и так далее. Мы за истинную Россию, ту, которую нам Бог дал. А кому Бог не дал понимания, у кого Россия по размеру его шляпы не умещается в голову, с теми никакого разговора, никакого, неинтересно, неинтересно. Готовы учиться? Становитесь в позицию ученика и спрашивайте, объясним. Если не хотите учиться, а хотите свое проталкивать, ну, дело ваше, идите, как говорится, лесом. Мы стремимся, наша партия Великая Россия, объединение с другими русскими организациями, русский национальный фронт, мы стремимся к русской национальной власти, и это является нашей сверхзадачей. Не общение в сети, не треп в сети, не самовыражение, а русская национальная власть. Слава Руси! Господи спаси!